Девчонки, всем большой привет! Знаю, как вы любите видео, которые я делаю на клиентах, но не всегда у меня есть возможность, к сожалению, их снимать. Но сегодня я решила вас порадовать таким видео и рассказать немножко про ногти моей клиентки. Вот такая вот она ко мне пришла. Здесь ноготкам у нас три с половиной недели. У нас был черный гель-лак и очень интересный дизайн. Кстати, следите за мной в инстаграме, я всегда показываю до и после. На двух ноготках у нас гель, а на всех остальных у нас база стронг от мальтини была и черный гель-лак. Хочу рассказать, что у моей клиентки вообще по сути, по своей, ногти очень-очень ломкие. И до того, как она начала делать покрытие, ногти у нее никогда не были длинными. Наверное, поэтому теперь она всегда любит носить вот такую вот длину. Мы их постоянно укрепляем, что-то придумываем, в общем, чтобы они у нее не ломались. Сейчас я снимаю фрезой покрытие на аппаратах 25000. Кутикула очень нежная у клиентки. Частенечко бывают заусенцы. И плюс еще очень выпирают у нее боковые валики. Поэтому работать приходится очень аккуратной. Если у вас есть такая же клиентка, обратите внимание, как я держу боковые валики, натягивая их, чтобы ее не поранить. Работаю я пилочкой от Сталикс. Эта пилка самая-самая, наверное, острая. Точнее, она лучше всего пилит. Поэтому, если вдруг у вас есть ручки, которые постоянно носят миндаль, а мы знаем, что миндаль вопили дольше, поэтому всем советую. Еще этой пилкой невозможно поранить. Итак, я выпиливаю миндаль и обязательно смотрю, чтобы не провисали края. То есть, видите, я сглаживаю сначала, перевожу в овал нашу форму и потом уже зужаю. Обязательно пилку подставляю под обе боковых стороны ногтя и подпиливаю так, чтобы никакое ушко, так скажем, ногти не свисало. Вообще, это очень важно сделать, потому что, если сверху на ноготь смотреть, он может быть ровным. А не забудьте посмотреть в торец при опиле формы. Это важно, и тогда форма у вас будет всегда красивая. Мы уже сделали маникюр и покрыли два ноготочка, чтобы они у нас не мешали. Обезжириваю хорошенько ногти. Берем своими любимыми салфеточками Зевы. Кто не смотрел, посмотрите видео про лайфхаки для мастеров маникюра. Очень полезное видео, меня за него очень хвалят. Берем базу Стронг от Мальтини и промазываем весь ноготок. Она достаточно густая, но в то же время пластичная, хорошо подходит в качестве подложки и может лечь в тоненький слой. Базу мы под кутикулу не подгоняем. Она нам нужна просто для лучшего сцепления однофазного геля. Гель от Мальтини чуть гуще, чем я привыкла работать. Но он хорошо самовыравнивается. И я его тестировала, он такой более жесткий. То есть он покрепче будет, чем гель, который у меня был до этого. Но самовыравнивается он хорошо и хорошо будет даже держать арочки. Так что кто занимается арочным моделированием, вы можете использовать этот гель. Берем каплю, обратите внимание, чтобы капля у вас была с одной стороны кисточки. И вот здесь я покажу, как делать не надо. Я специально не нанесла скользящий слой. И посмотрите, как гель плохо распределяется. То есть как бы вы его сами распределяете по ноготку, но он не течет туда, куда вам нужно. И мне приходится уже промазывать, не просто промазывать и добавлять материал тонкой кисточкой, а даже, я бы сказала, промазывать полностью ноготь. В общем, очень неудобно. Поэтому на следующем ноготочке, предыдущем мы, конечно же, просушили, на следующем ноготочке мы наносим скользящий слой. И будьте внимательны, когда будете наносить этот слой. Потому что где он у вас будет, туда у вас гель потечет. То есть старайтесь нанести его максимально ровно в пазухах, у кутикулы и так далее. Добавляю немножко материала. И, кстати, кто говорил в предыдущем видео про гель без поверхностного опила, посмотрите, эти ногти достаточно плоские. И поэтому они не кажутся такими большими. Те ногти сами по себе достаточно арочные. Поэтому казалось, что материала я взяла много. Опять наносим подложку из базы. И эти ноготочки я уже сделаю без вас. Тут все то же самое. Гель я выкладываю всегда одинаково. Хочу показать, как я снимаю липкий слой. Я просто прикладываю салфетку и стягиваю липкость вниз. При укреплении гелем сверху я его не пилю. Иногда только подпиливаю, если вдруг есть клюющий ноготь. Но вот, что касается торцов, это нужно сделать обязательно. Остальные ноготочки просто бафим мягким бафиком, то есть мягкой стороной бафика, движениями от торца наверх. Если вдруг вы боитесь, что попадете по коже, то лучше кутикулу не срезайте. Лучше срезать ее после того, как вы сделаете укрепление гелем. Такой метод очень хорошо подходит для укрепления длинных ногтей. Но девчонки, недавно писала мне моя подписчица в инстаграм с просьбой помочь, почему у нее отходит материал. И оказалось, что она укрепляла коротенькие ногти совершенно без свободного края гелем. Так делать нельзя, потому что гель – это твердый материал, и он, конечно же, отслоится у вас от тонкой ногтевой пластины. То есть обязательно должна быть какая-то длина, чтобы свой ноготок все-таки изнутри выпилить. Я это делаю пилкой, когда подставляю пилку под ноготок, и у меня автоматически спиливается свой ноготь. А если это квадрат, то я выпиливаю натуральный ноготь фрезой. Конечно же, не полностью, но я приобрела сейчас фрезу специально для выпиливания. Обязательно вам в следующих видео о ней расскажу и все покажу. Оставшиеся два ногти мы покрыли базой стронг. Они у нас никогда не ломаются, не вижу смысла тратить время и укреплять их гелем. И мою клиентку, в принципе, это устраивает. На остальные ноготочки наносим вот такой красивый цвет. И знаете, тут меня поджидала такая маленькая, маленькое удивление. Первый слой лег, но я бы не сказала, что очень плотно, просто хорошо. Я его нанесла не под кутикулу и думаю, ну сейчас мне потребуется три слоя. Но когда я второй раз махнула кисточкой, посмотрите, просто идеально. Плотный цвет, хороший, нет никакой лишней толщины. Не скажу, что я наносила прям втирающим движением, но мне было приятно работать с этим лаком, потому что он не густой, отлично самовыравнивается и самое главное, не затекает никуда. То есть, посмотрите, я промазываю тонкой кисточкой и у меня ничего никуда не течет. Хотя, хочу напомнить, что боковые валики здесь достаточно такие большие и объемные, и мне приходится всегда держать их. Берем топ, матовый топ без липкого слоя, он хорошо носится и самое главное, он не пачкается. То есть, если вдруг вы будете делать ноготочки светлые и ваша клиентка не хочет супер матовые, такие пористые ногти, то этот топ отлично подойдет. Дает хороший матовый эффект, но в то же время нет вот этого ощущения резины. Все остальные ноготки мы тоже покрыли молочной камуфлирующей базой от Мальтини и берем черный. Это супер черный, который хвалят уже все, наверное, мастера. Я уже ни у одного блогера видела этот черный и мне захотелось вместо гель-краски его использовать, захотелось протестировать. И тут меня ждал подвох. Обратите внимание на кисточку, которую я взяла. Девчонки, никогда так не делайте. Если вдруг вам придется рисовать какие-то длинные линии, никогда не берите колонковую кисточку с коротким ворсом. Это просто не для этого. Я схотела первую попавшуюся и думаю, ну я же нормально рисую, у меня все получится. Да, конечно, я нарисовала эту змею, но я вся измучилась. Плотность у гель-лака отличная. Можно видеть это на видео, что в один средний слой я спокойно нарисовала рисунок, который я бы могла рисовать исключительно гель-краской. Ну или минимум два слоя черного понадобилось. А тут просто я нарисовала змейку, просушила и покрыла матовым топом. Но с этой кисточкой я просто намучилась. Она совершенно не ведет линию. Я несколько раз даже ошиблась и мне приходилось подкрашивать, делать змею чуть-чуть потолще. Но ничего страшного. И вот он следующий подвох. Я уже взяла кисточку, которая мне понравилась очень. И девчонки, если вы будете рисовать данный дизайн, советую вам начинать рисовать змею с головы. Никогда не начинайте рисовать с тела. У меня получилось так, что тело не вместилось и в общем получилось не весь что. Я это все подрезала, чтобы видео получилось красивое и вы не увидели этого всего. Но я не могла об этом вам не рассказать, потому что все имеют право на ошибку. Все ошибаются и не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому я с вами полностью честна. Рисуем змейку. И эта именно кисточка хорошо ведет линию. Это страйпер от Юлии Белей. Она, наверное, кисть на все времена. В общем, не рисуйте такие интересные рисунки с плавными линиями, кисточкой с коротким ворсом. Не советую. Хочу показать вам плотность черного гель-лака. Им спокойно можно рисовать вензеля. Единственное, что нужны будут промежуточные просушки, потому что он не очень густой. Но посмотрите на саму плотность. То есть очень-очень плотный цвет. Классно. Перекрываем все матовым топом. Никакую липкость я с черного не снимаю. Никакой пигмент не идет. И, кстати, звук я записывала чуть позже. Поэтому я уже успела потестить этот черный. Ложится он в один тонюсенький-притонюсенький слой. И вот такие ногти у нас получились. Надеюсь, что видео было полезно. Было много моей болтовни. И мне очень хочется поговорить с вами. Но как-то все не получается. В общем, будьте активнее в комментариях. Мне всегда интересно и приятно читать, что вы мне пишете. Я улыбаюсь на хорошие комментарии. И всегда прислушиваюсь к конструктивной критике. Материалы заказывала на сайте Мальтини. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. Если видео было для вас полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!